А ты еще не пробовал поиграть в Лордс Мобайл? Признана лучшей игрой года во многих странах, лучшей соревновательной игрой по версии Google Play. Окунись в мир сражений и почувствуй вкус крови своих врагов. Ссылка в описании. Бесплатно и без смс. Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. И у меня улыбка на лице. И догадайтесь, почему. Да, у нас сегодня роллинг. Роллинг моему подписчику и игроку под ником Халид Халид. И будем тратить 40 тысяч самоцветов, много легендарных карт и коробок таланта пятого уровня. И зашел на базу. Просто вот такая приятная штучка. Удачи, Саша. Спасибо. Ну, не ожидал, но просто приятно, короче. Спасибо тебе, чувак, на самом деле. Я надеюсь, сегодня реально удача придет. Вот мне, то есть нам с тобой повезет. Не зря я буду роллить в 4.45 утра. Для кого-то ночь, не знаю. Вот, не шутка ли. Как бы все обряды соблюдены. Так что давайте погнали. Но перед этим мы прорекламируем, конечно же, ребятушки гильдию. Под названием Гермес. Босс 21.30 за пропуск битвы гильдии. Атаки фартов кик. Не подводимся гильдийцев. Взносов нет. Атака фартов 20.00. Так что, ребятушки, вступаем в гильдию Гермеса. Сылаем заявочку. Вот позитивная, добрая гильдия. Ну что же. Что же. Давайте-ка расскажу я вам, кого нам нужно выбить. Точнее, кого попросил выбить непосредственно Халид. Нужно выбить Ареса, Дрейка и малыша Ника. Конечно же, здесь не хватает намного больше героев. Но попросили именно этих. А на самом деле, да, тут как бы немало редких героев. Также у нас на складе есть какие-то определенные ништяки, которые мы откроем уже непосредственно после роллинга, друзья. Так, так, так. Соберем, соберем, соберем. Где склад-то? Вот, вот он склад войти. Ваши подарки. Вот легендарные карты. Так. Ага, подожди. А вот и четыре сундука таланта пятого уровня. Ну, выбьем кого-нибудь и будем их уже открывать. Ну что, погнали. Ни пуха, ни пера. Приходи побольше, покрасивее нам легендушкой. И чтобы была редчайшая. Вот так вот я пожелал, короче. Так что давайте будем надеяться, что у нас все получится. Но, тем не менее, роллинг с самого начала нам не задается. И что это за херобора? Ну, слушай, обидно будет. Надо посмотреть, он донатил или копил. Если это все накоплено, но это просто жесть. Сукуб. Ну что ж ты, нахрена ты нужен? Так, не знаю, не знаю. На самом деле, что делать? Будет обидно, если я не выбью ему ничего. И... Капитан Дрейк! Оп! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Уже роллинг прошел не зря. Поздравляю с появлением недостающего героя, мастфев героя, капитана Дрейка на данном аккаунте. Погнали дальше роллить. Может, сейчас еще что-нибудь. Князь тыква. Повторочка князя тыквы для эволюции. Давайте дальше. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай-ка, легенда. Ну что ж ты, бульдозер. Ну что, тоже неплохо. Давай. Душегуб. Отлично. Отлично. Повторочка. Рыцарь. Ну, говнище. Так, ну, как говнище, допустим, ну, в начале игры, я помню, когда начинал играть, я там, помню, мечтал о рыцаре неправда. Ну, правда, я не помню. Покупал я его за кристаллы героев или получилось выбить, но, тем не менее, как бы рыцарь в свое время мне очень, Атлантикор, помог фармить босса, там, в стан водить босса и получать значки почета. И тогда было не так уж и много возможностей, откуда получить значки почета. Не было тогда ни экспедиции, ничего, и, как бы, и рыцарь еще один. И квестики грустные, такие скучные были. А у нас, тем не менее, осталось 18 тысяч самоцветов. Я вам скажу, герои, на самом деле, не очень-то и хотели сегодня падать. Не знаю, что подделать. Удачи, Саша. Давайте, ну, почитаем. Удачи, Саша. Велки-палки. Давай. Я, ну, надеялся на кучу повторок. Сука, на арест-то вообще выпади, а? Мудила. Арест. Соберись, тряпка. Арест. Что? Где? Уже столько самоцветов потратили. Ёлки-палки. Ой, блин, мне становится стыдно. Так. Давай. Давай, пожалуйста. Ух ты, ёб твою мать, и все бесполезные герои. Еще давай. Нет? Еще? Ниндзя, еще? Нет. Еще? Нет. Так. Ё. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Я уже думал, там арест выпадет, и малышник. Было бы прикольно, согласитесь, друзья. Валентина. Опа. Тоже нежданчик приятный. Поздравляю. Надо глянуть. Была у него Валентина. Купидон. Повторочка. Тоже очень хорошо. Не, ну, что-то у нас получается, ребятки. Роллинг не зря. Бля, вот что-то есть. Что-то в сегодняшнем роллинге что-то у нас есть. Погнали дальше. Ну-ка. 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 Смерть. Ну, как повторка. Так, 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 так. Ловись, легенда большая. Большая, большая. Королева Гарпий. Вот. Маленькую легенду. Не надо. Ну, смерть. Мы уже выбивали. Князь тыкву. Нормально. Что, еще давай? Еще давай? Еще. Еще. Не. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Вайкл нам легенду. Бог гром. Орес. Орес, приди. Атлантикор. Ну, где ж ты Орес? 1400 самоцветов. Елки-палки. Вот давай чудо. Вот, чтобы сейчас случилось новогоднее чудо. Вот предновогоднее чудо. Или посленовогоднее чудо. Взял бы вот за последние тысячи самоцветов и упал бы Орес. Дед Мороз. Ну, повторка Деда Мороза. Ну, не Орес, но тоже сойдет. Спасибо. Ну, все. Оставляем. 274 самоцвета. Еще раз я вам напомню, что вы просто обязаны вступить в гильдию Гермес. Ребятушки, инфу вы видите на экране. Ну, а мы переходим на склад. И теперь будем надеяться, что нам выпадет Орес из специальных легендарных карт. Из специальных не знаю, но из легендарных есть шанс. Хотя из специальных тоже. Ну, посмотрите, две редких легенды. Купидон и Князь Тыква. Ну, нормально. Давай-ка еще. Давайте десяточку открываем. Орес, приди, пожалуйста. Слушай, нахерачила. Тыква сегодня, Купидонов, Фея пришла, Химера пришла. Окей, давай последние семь карт. Орес, я закрою глаза. Пожалуйста, выпади. Ну? Смерти бульдозера. Нифига. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут получалось. Валентина была на аккаунте. Валентин, он меня не просил выбить. Но она у него теперь появилась на аккаунте. И она была недостающим героем. Кстати, как бы, ну, Ореса не выбили, но вместо Ореса выбили Валентину. Что на самом деле неплохо. Я надеюсь, я сейчас не долблюсь. И реально ее здесь нет, да? Да, ну тогда открываем Валентину и Капитана Дрейка. И открываем талантики. 3,5 ремка. О, тут варлок четкий. Так, ну, видите, все герои без эволюции. Вот неплохо, что повыбивали повторок. По крайней мере, Князь Атыква точно сможет сделать там уже вторую эволюцию, наверное. Так, заходим. Заходим на склад. Герои. Давайте тогда Валентину распакуем. Ну, кстати, надо еще посмотреть, фея была, не была. Валентина. Кам Цумье. Оп, все, пришла на аккаунтик. Королева Гарпи тоже еще неизвестна была или нет. Капитан Дрейк пришел. Все. Нормально. Так. Череп был. Посмотрите, череп с коррозией. Пятый, вот. Не вздумай менять этот талант, пускай бегает череп именно с коррозией. Ой, блин, посмотрите, как, да? Да? Какой Гаргульчик. Будущий нагибатор. А, кстати говоря, Гарпии тоже не видать. Да? Есть. Да? Мы еще и Гарпию недостающую выбили. Ребятки! Ребятушки, мы-то повыхватывали все-таки. Не так много легенд, как хотелось бы. Но мы повыхватывали недостающих легенд. И, как бы, тоже они помогут в развитии данного аккаунта. Ух, как я когда-то мечтал о Гарпии, когда она мне не выпадала. Так. Так, Гарпуши. Ну, давайте. Я думаю, нам хватит новых героев, которые... Чтобы открыть коробки таланта пятого уровня. О, уже с Бастионом третьим. Нормально. Уже нормально. Так. Ну, давай. Сюда. Сюда. Давай, Ремка приди. Оживление пятая. Сюда. Кому ж его поставить? Трианк у тебя есть? Ожива пятая. Вот такой талант, знаете, вот. Кому-кому основе ставить не хочется. И качать Оживу я бы не советовал бы. Хотя... Нету. Нету тут, короче. Дед Мороз у нас Просвещение. Да тут, как бы, с талантами в основных героях тоже. Грусть, печаль, тоска. Можно какому-то основному герою поставить, не знаю, на первое время. Так, здесь пускай бегает с разбросом. Так. Здесь третья Ожива. Ну, ладно. Кэнди там хрен пользуется, не пользуется. Так. Кому ж Оживу? Атлентик Корр с Ремкой. Нормально все. Так, этот с Ремкой. Ну, пускай. Нам не жалко. Слушайте. Ну, давайте на первое время. Не на первое время, не знаю. Поставим, поставим, поставим. Поставим. Давайте, ладно. Капитану Дрейку на первое время поставим. Пускай бегает с ним. Так. Еще раз. Ну-ка, пожалуйста, нормальный талант. Коррозия. Бля. Извиняюсь за выражение, но коррозия. Вот надо было не на Капитана Дрейка ставить, потому что выпала коррозия. И, короче, ну она пойдет Капитану Дрейку определенно. И мы сейчас Оживу Пятую просто просрали. Ну, ну как бы, ребят, я, это очень трудно так принимать решение, потому что здесь нужно порой быть реально экстрасенсом каким-то. Но, как бы, черепу на аккаунте будет с коррозией. Капитан Дрейк будет с коррозией. Ну, как бы, на битве гильдии это очень поможет. Так что, давай-ка, тоже хороший талант для Капитанушки Дрейка. И нападать на тебя будет сложно. Вот. Нормально. Ну, слушайте, ну неплохо идем. Давай дальше. Ну, если не считать, что мы ремку просрали. Ну-ка. Подожди. Пожалуйста, 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 норм талант. Давай. Просвет пятый. Мне уже стремно ставить. Давайте лучше на Ниндика какого-то поставим. Вот. Точно будет не зря, потому что, если сейчас, я не знаю, поставим, какой-нибудь Валентине, там хера, кремка какая-то вы будет заменить. Давай. А то зато Ниндика качнет, книжек получит. Так. Давай-ка. Ну-ка, пожалуйста, пожалуйста, реанимация пятая, реанимация. Не, или Берсеркер пятый для тыквы. Пожалуйста, давай, 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 давай. Утикаха. Пятая Утикаха. 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 Можно, не знаю, приколоться, поставить на Гарпию. Хотя. Тоже у нее скорость атаки маленькая. ХП у нее немного. Фею я на этом аккаунте тоже не вижу. И, походу, фея была недостающим героем. Давайте откроем фею. Можно ей поставить. Ну, давайте вообще посмотрим, с чем фея пришла. И, как бы, я знаю, там, некоторые феи тоже очень злые с Утиканием. Хотя, по идее, у нее скорость атаки, опять же, маленькая. Трудно это все. Трудно, я вам скажу. Трудненькая. Наверное, я открою фею. А хозяин аккаунта уже сам решит, кому ставить Утикание. Так, фея. Что-то по-любому какого-то героя я не заметил и подумал, что выбил недостающего. Вот по-любому, ребятки. Вот точно. Так. Ну-ка, с чем у нас фея выпала? С чем у нас выпала фея? Ну, где она? А, стой. С оживлением 1.8. Короче. Кому еще можно Утикаху поставить? Душегубу можно поставить Утикание. Ну, разброс можно, мне кажется, наверное, все-таки пускай остается на нем. Так. Смерти можно улучшить. Теоретически. Но для битвы гильдии там вообще как бы бог войны какой-нибудь нужен. Сюда можно Утикаху поставить. Ну, этот, ладно, там для Архидемона пускай с богом войны будет и для боссов. Вот этому Чужу можно Утикание поставить. Так что так вот. Капитану Дрэку не трогать. Можно феи поставить Утикание на крайняк. Так что так вот. Такие вот дела. Я надеюсь, хозяин сам уже определится, кому поставить Утикание. Ну, что же. Еще раз скажем ему спасибо. Вроде роллинг прошел удачно. Вроде не зря. И даже ожоги никакие не падали из коробки талантов 5 уровня. Это уже круто. Это заслуживает лайка. Не забываем про гильдию Гермес. Скажем спасибо Халиду за предоставленный аккаунт. Вам же я пожелаю огромнейшей удачи, чтобы вам падало побольше легендарных героев. И тех талантов, которых вы желаете. Прям сняться они вам. Короче. Вот так вот. Всем пока, друзья. Удачи. И что, ну лайкусик поставьте. Елки-палки. Вот что. Ну, хотя бы за то, что сейчас без двух минут 5 утра. Пока.